Всем привет! Меня зовут Наташа и сегодня у нас, как я и обещала, вторая серия про ароматы с нотой ириса. Кое-что я забыла, кое-что я дозаказала и сегодня у нас есть несколько ароматов для изучения. Ну что ж, поехали! Для начала я вам хочу сказать, что вчера, я хотела снять видео вчера, вы упустили такую-такую возможность увидеть меня вот с такими губящими пельменями, это было завораживающее зрелище. Почему это произошло? Потому что мне, как всегда, лень победила здравый рассудок и смысл. Я сделала себе татуаж губы вчера, это было просто божественно, такие пельмени, бог ты мой! Кстати, напишите мне в комментариях, кто из вас сделал себе морды татуаж тот или иной и как вообще к этому относитесь. Мне, честно говоря, безумно нравится просыпаться утром, не с видом, как будто я вчера немножко недоумерла, а такой, в общем-то, такой довольно бодренькой и как будто я бы, я так и накрасилась. Ну, в общем, всё как в фильмах, проснулась и уже в макияже. Звезда. Ну, в общем, вот так вот, да. Модифицируем, модифицируем, как говорится, молодость нам уже сохранять смысла не имеет, ибо она ушла. Поэтому мы себя, как это называется, тюнингом занимаемся. Ну, таким, щадящим. Я говорю, ну, почему я не сфотографировала вот эту вот вчерашнюю красоту? Любые утконосицы, уткоротицы обзавидовались бы. Ладно, поехали про ароматы. У меня, начну я, наверное, с аромата, который я забыла упомянуть, но он является одним из моих любимейших, в том числе и на мужчинах. Мужчина, обратите внимание. Это у нас Yves Saint Laurent La Nuit. Homme La Nuit, что-то в этом роде. Это у меня старый выпуск. Я знаю, что они переформулировали. Я перепробовала все новые фланкеры, и мне из них всех больше всего парфам показался близким вот к именно этому. Здесь такой очень-очень приятный ирис. Для меня это ирис и ветивер с некоторой такой пудровостью и сладостью. Он одновременно и мужественный, и в то же время очень нежный. Я, откровенно говоря, периодически к нему прикладываюсь. И нисколько не стесняюсь пользоваться мужским ароматом, если он мне нравится. Следующий аромат. Да, 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 отмечу еще, что он безумно сексуальный. Я же заплелась на этом слове. Видимо, видимо, мои уткогубы не дают мне нормально разговаривать. Так вот, он очень сексуальный и такой чувственный. В общем, он чувственный. Повторюсь, мужчины. Рекомендую его к вам за тест. Я думаю, что женщины оценят. И мы перейдем к следующему аромату, который называется Буа Де Ирис от дома Ван Клифф. Это, по-моему, Ван Клифф Энерпелс. Если мне не изменяет память. А она вполне может мне изменять. У меня уже начинается дальнозоркость. Буа Де Ирис. Да, Ван Клифф. Ван Клифф Энерпелс. Вся эта линейка славится своей нестойкостью. И этот в том числе. На мне он держится буквально несколько часов. Стартует таким довольно деребяшестым ирисом. Мне не нравится этот старт. Сердце у него симпатичное. Такое пудрово-ирисовое. И база опять мне не нравится. Там проступает какая-то вот такая ванильная сладость. И мне это уже не интересует. Но в качестве ирисового аромата довольно интересный. Довольно интересный. Неплох. Неплох. Я вам просто сейчас покажу плох. Тот, который плох. И вы узнаете, с чем можно сравнить. Это у нас Ярдли. Я себе не знаю, что он мне нашло. Я думаю, ну ладно, куплю там за какие-то там 10 долларов. Максимум будет для меня ароматизатором воздуха в помещении. Это у нас Ярдли, ирис. В общем, какой-то ирис. Тут не написано. Ну, да, ирис. Вот такой вот флакон. Это у меня тестер. И это катастрофа. Я не знаю, как это вообще в принципе можно назвать в парфюмерии. Так, заранее прошу прощения за мои такие довольно категоричные заявления. Вот что могу, то могу. Но и тут я как... Вот тут и в этом случае я не желаю миндальничать, потому что он мне действительно не понравился. Очень резкий, очень химозные цитрусы. Вообще он весь какой-то весь химозный. Когда я говорю химозный, меня, кстати, спросили, что же я имею в виду под словом химозный, когда к нему обращаюсь. А для меня это означает... Для меня химозность это когда аромат мне напоминает не аромат, а какое-то средство бытовой химии. И я как-то, в общем-то, не очень люблю поливаться ни очистителями для стекол, ни мылом для посуды. Вот нет у меня таких пристрастий. Хотя кто знает, кто знает, какая вожа попадет мне под одно место. Возможно, имя какой-то момент я сойду с ума и стану пользоваться этими средствами, как парфюмерии. Но надеюсь, что этого не случится. Всяком случае, я не хотела бы этого. В общем, это все... Вот здесь все очень плохо. Это даже, честно говоря, не хочется использовать даже как ароматизатор воздуха. Как-то вот результат этой ароматизации меня не возбуждает. Некоторые шампуни пахнут лучше, честно скажу. Уже лучше шампунем измазаться, чем вот этим ярдли. Вот такая вот интереснейшая бутылка. Аромат от Adore. Называется Iris. Дом исчезнувший. Такая у нас очередная парфюмерная Атлантида. У них очень интересные флаконы. Я его упоминала в одном из своих видео. Именно из-за этого флакона. Это такая деревянная, действительно деревянная рамка, в которой висит, висит флакон. Это здорово. Но с другой стороны, как-то сейчас подумалось, повешенный флакон, деревянные рамки напоминает что-то из Инквизиции. Даже стало грустно. И здесь у нас нежнейшая ирисовая композиция. Очень деликатный аромат. Очень деликатный, везде уместный. Пахнет мягко, пахнет цитрусово. Ирис здесь цитрусовый. С легким-легким добавлением специй и деревяшек. Ни одна нота не выступает. Ирис солирует. И сегодня отмечу, я говорю, как и в прошлом видео про ирисы, про ароматы, в которых нота ириса действительно солирует. Это не какой-то там, знаете, ирис заскочил на минуточку, убежал, или вообще просто прислал письмо, я здесь был и написал там, я не знаю, написал на сне. Здесь был ирис. Нет. В этих ароматах ирис был, есть и будет. Это прекрасно. Кстати, о губах. Вернемся к губам. Я тут подумала, а не начать ли мне шпионскую карьеру? Ведь я теперь не буду оставлять следы помады на бокалах вина. Поэтому, значит, известные шпионские организации, прошу вас обратить на меня внимание. Много обещающий такой кадр у вас пропадает практически. Это хороший ирис, абсолютно унисекс, как, впрочем, и большинство ирисовых ароматов. Деликатный, очень эстетичный, нехимозный, мягкий, нежный, слегка пудровый, но здесь пудровость такая ненавязчивая, очень приятная. Если он вам где-то попадется по адекватной цене, и вы нерветесь за очень яркими ароматами, то могу его рекомендовать совершенно спокойно. А вот что я не могу рекомендовать, сейчас я вам покажу. Вернее, то, что мне самой не очень нравится. Ирис. Целых два аромата. Вот у меня вот ливантиках. Один из них – это ирис Назарена. Я знаю, что многие его любят. Многие его любят. Он действительно очень ирисовый. Но в то же время, помимо ириса, здесь присутствуют и довольно такие резкие, резкие остренькие нотки, что делает его для меня непривлекательным. Объясню позже, какая именно структура парфюмерная, содержащая в себе ирис, меня привлекает больше всего. И тогда вы поймете, почему вот такого рода ирисы не моя история. Сюда я его нанесу. Он... Он интересный. Он мне немного мылит. Он довольно деревяшестый. Здесь, мне кажется, есть еще какие-то удовые нотки или неудовые, но такой довольно жесткой древесины. Яркие специи. Возможно, перец. То есть он специевый древесный ирис. Для меня здесь вот теряется за всем вот этим многоголосьем не ирисов. А я люблю ирис более мягкий. И сейчас, вот я прямо сейчас вам расскажу, какие именно композиции ирисовые мне нравятся. Я для себя определила. По мере того, как я тестировала все ирисовые ароматы, я поняла, что мне нравятся ирисы в сочетании с кардамоном, какими-то лактонными нотами и мускусом. Вот мне нравятся ирисы пушистые и мягкие, такие пудровые, нежные. Мне не очень нравится, когда в них присутствует много древесины, какая-то шеркшавость, какая-то терпкость и жесткость. Вот сейчас мне хочется чего-то такого очень мягкого, очень кошачьего. Это не такой. Хотя ирис здесь чувствуется, что он очень-очень-очень приятный. Кстати, ирис Назарена – это произведение дома Айдес Довенусас, который, спешу порадовать, всех проливающих слезы по его исчезновению, дом вернулся, переформулировался и перелился в новые флаконы. Вот, поэтому все вернулось, все их ароматы и ирис Назарена в том числе. Не паникуем. Еще один аромат, который мне не слишком зашел, это интерлюд Black Iris. Это, в принципе, интерлюд, на который наслоили ирис. Но сам интерлюд, он настолько характерный аромат, у меня есть мужской интерлюд, брат, собратом которого является вот этот Black Iris. Мне здесь ирис кажется излишним. Вот как-то перемудрили. Перемудрили, хотя попытка засчитывается. В принципе, неплохо. Но все-таки классический интерлюд мне нравится больше. Это намного жестче. Вот из-за этого он меня и отталкивает от себя. Это бальзамическое, вот это вот пряное. Здесь по-прежнему есть пряное, вот это бальзамическое, смолистое, удовое звучание интерлюда. Но в нем еще добавлен такой довольно жесткий ирис. И все это не то, уже не то. Так, что я еще себе прикупила? Меня заинтересовал аромат Debit от дома Burberry. У меня не так много ароматов. У меня вообще, честно говоря, нет ароматов от дома Burberry. Были, были. Я очень долго пользовалась Woman в свое время. Мне нравился, потом надоел. Вот. И этот аромат меня заинтересовал тем, что здесь ирис, сочетание ириса и кардамона. И я вот прям выискивала ароматы именно с этими нотами. Что я могу сказать про него? Интересный аромат. Чувствуется, что это такой, знаете, двухтысячный, что-то вот в этом роде. И здесь этот аромат для меня больше про цитрусы, какие-то такие сладкие цитрусы, нежели про ирис. Здесь он так упакован, так зашлифован, так как-то сокрыт под всеми остальными нотами, что он для меня, в общем-то, не ирисовый аромат, хотя позиционируется как ирис. Ну и флакончик сама Милота, очень симпатичный. Маленький 30 мл мне выше крыши. Он приятный. Он приятный, очень шлифовый. И вот четко меня отсылает к какой-то такой сладости в те времена. Ароматик, который попал ко мне по обмену, это Джафранко Ферре. И называется он просто Ферре. Это ирисовый аромат. И снова чувствуется старая школа. Ну, старая, относительно старая, да? Там, опять же, он где-то, наверное, в 2000-х был издан. Здесь это такая немножечко... Чувствуется ирис, но здесь он уже в составе каких-то таких сладких сосулечек. Монпансье некий. И вот эта сладость, она его для меня удешевляет, хотя он по-прежнему очень симпатичный, очень красивый. Но, видимо, я как-то не очень люблю сосульки. Монпансье, в частности. Ну, для любителей сладких ароматов, таких, знаете, с такой конфетной сладостью, типа Лавея Бель, он может быть очень интересен, если вам вдруг захочется разнообразить свою сладость ирисовым звучанием. Он, в принципе, стойкий, не очень громкий, шлейф довольно мягкий, как, впрочем, и у предыдущего Burberry The Beat. Это у меня, кстати, отмечу парфюмерная вода. Насколько я знаю, туалетка отличается. Ну, про стойкость и громкость амуажа смысла говорить нет. Они среди чемпионов. И перейдем к следующему аромату, о котором я хотела вам рассказать. Вообще, я даже о нем не думала, как о ирисовом. Это у нас «Сумерки» от дома Герлен. Это мой обожаемый, обожаемый, многос... многосоставной, многослойный, потрясающий аромат. Это вроде как шипр, но я его не слышу как шипр. Здесь есть ирис. Если вслушаться очень так внимательно, то вы, возможно, его и услышите. Допускаю, что именно он делает его для меня таким привлекательным. В нем есть и легкая шипр, есть и медовость, есть и ирисовость, и что-то очень... что-то до боли знакомое из прошлого. Вы мне скажете «Красная Москва». Нет, они совершенно разные с «Красной Москвой». Отличаются очень сильно. Капитально. «Красная Москва» намного площадь, намного проще, чем вот этот. Этот действительно сложно сочиненный. В общем, сумерки, «Дом и Герлен», парфюмерная вода. Обожаю, особенно зимой. Такая медовая, 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 медовая красота. И последний аромат, который я... о котором я даже и не думала. Нет, не последний, еще об одном поговорим. Я о нем не думала в качестве ирисового аромата, но послушала его еще раз и подумала, что, наверное, тут есть все-таки ирис. Проверив пирамиду, я поняла, что, да, он здесь есть. Это Prada Double Dare. У меня есть два аромата из этой линейки от Prada. Это их бутяковая линейка, которые, кстати, очень-очень мало говорят. Я обязательно их рассмотрю внимательнее, но ближе к лету, потому что я заметила для себя, что покупала их летом, они мне понравились, но сейчас зимой у меня рука к ним не тянется, зима не их время, они скокоживаются и звучат резко. Но, в принципе, то, что я помню с летнего, с летней примерки этого аромата, это очень приятный замшевый аромат. Здесь замша и какие-то другие ноты, но, в принципе, это мягкая, чуть пудровая замша. В качестве ириса здесь выступает корень ириса, который дает такую маслянистую пудровость. Аромат очень интересный, но зимой он почему-то химозит и уходит в какую-то шампунистость, мыльность. И последний аромат, о котором я хочу сегодня поговорить, это аромат, пробник, которого я благополучно потеряла. Нет, то есть он у меня где-то есть, я просто не смогла его найти. Мне его когда-то прислала Анжелика Пола Лэн, спасибо тебе, дорогая. Это ирис от Гермес, из их какой-то бутиковой линейки. Они в старых выпусках, они были в синих флаконах, очень красивый синий такой цвет флакона. И нынешние выпуски в прозрачных. И это ирис очень интересный за счет своей какой-то вот морковности. Ирисовая нота может давать морковность. Не все ее любят, я люблю. И вырис от Гермес, несмотря на то, что я в принципе не очень люблю этот дом лично для себя, их ароматы на меня не садятся, так как мне хотелось бы, но вот этот меня поразил своей какой-то деликатностью, своей утонченностью. И по-моему, в свое время, когда я делала видео про города или что-то вот такое было, места, в которых я хотела бы побывать, одним из таких мест был Петербург. И именно ирис от Гермес я проассоциировала с Петербургом, потому что в нем есть какая-то аристократичность, утонченность и мягкость, вот достоинство в нем есть. Очень красивый аромат, уместный абсолютно везде, довольно стойкий, не кричащий, не сбивающий вас ног какими-то своими очень яркими нотами. Там все очень меру, все очень деликатно и красиво. И я так постепенно зрею к покупке флакона. Я думаю, что в итоге он у меня появится. Ну что же, рассмотрели то, что у меня появилось на данный момент. Следующее видео будет уже на другие тематики. Я думаю, что все будет очень интересно. Я буду вам очень благодарна за лайки, комментарии, конечно, подписки на канал. Это для меня и мотивация, и признание, и в первую очередь мотивация, потому что, наверное, я не настолько уверена в себе человек, что вот на меня подписаны два человека, а я все равно буду пилить видео, потому что я люблю себя на экране. Нет, для меня действительно важно, чтобы это все было для вас и нравилось вам. За всем я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасных выходных и до новых встреч. Пока!